Здравствуйте! В эфире программа «Формула здоровья Ортодоктора». В студии Наталья Степанова и наш постоянный эксперт, основатель группы компании «Ортодоктор» Роман Алёхин. Здравствуйте! Человек во сне проводит около 25 лет за всю свою жизнь. Мы сегодня поговорим о том, как сделать сон здоровым. Иногда, проснувшись, мы не чувствуем должной бодрости. Роман, подскажите, почему так случается? Причин может быть несколько для этого. Во-первых, это нарушение режима сна. Нарушение режима сна тоже имеет под собой несколько возможных причин. Это могут быть какие-то неврологические патологии, которые препятствуют нормальному сну. Это может быть плохо обустроенное спальное место. Это может быть проблема с тем, что нарушен тепловой режим. То есть это может быть или слишком жарко, или слишком холодно. Это может быть из-за того, что человек вообще нарушает дневной свой режим. То есть не сам режим сна, а вот дневной режим свой. Сна и бодрствования. То есть, допустим, может быть, выпил кофе, да, или перед сном занялся делом, ну, которое перевозбуждает организм. То есть или прям непосредственно перед сном занимается спортом, или там сходил в какое-нибудь кино на какой-нибудь там шутер. Причин, в принципе, действительно для нарушения сна очень много. Роман, а как восстановить силы при нарушении режима? Ну, каждый восстанавливает силы по-разному. Я при нарушении режима занимаюсь спортом. То есть можно выпить какие-то бодрящие напитки. Ну, конечно, многие пытаются восстановить силы кофе, да, но я бы, допустим, посоветовал зеленый чай больше, потому что бодрит он не хуже, но кофеин может воздействовать на человека по-разному. Например, мне не идет, да, может появляться тремор. Вот как раз у зеленого чая вот таких проблем нет. Ну, конечно, будет возможность, если, и сейчас многие врачи рекомендуют, в том числе даже людям, которые работают, если есть такая возможность, опять же, да, свой перерыв в работе тратить не на обед, а, ну, может быть, какой-то здоровый перекус и 15-20 минут поспать. То есть длительный дневной сон, он вредит режиму, и, соответственно, человек, если долго спит днем, да, то он может не заснуть вечером, или там у него будет неглубокий сон ночной. А вот небольшой сон, ну, 15-20 минут, очень даже хорошо влияет на организм. Роман, скажите, а каким должно быть правильное спальное место? Правильное спальное место, если вообще глобально, да, это, конечно, должна быть, во-первых, спальня, вот, чтобы во время сна никто не мешал. То есть желательно, чтобы там, где у вас кровать, там, где вы спите, не находилось домашних животных, соответственно, комната должна проветриваться, да, если есть, конечно, ионизаторы, то, ну, это очень хорошо. Соответственно, там, где вы спите, в этой комнате, не должно быть ни жарко, ни холодно. То есть нужно подобрать оптимальный тепловой режим. И если мы говорим уже конкретно о кровати, то на кровати должен быть комфортный матрас. То есть спальное место не должно быть ни мягким слишком, ни твердым. То есть не подойдет ни перина, на который комфортно, если кто-то помнит, что такое бабушкина перина, да, ни какие-то твердые жесткие матрасы, как, ну, раньше ортопеды советовали, там, сон на щите, да. Нет, это не подойдет. То есть сейчас, как бы, считается, что сон на совершенно твердой поверхности, там, на полу, это плохо. Почему? Потому что если мы посмотрим на позвоночник, то позвоночник имеет определенные изгибы. То есть в одном отделе позвоночника есть лордоз. То есть если мы берем шейный отдел позвоночника, поясничный, у нас там физиологический лордоз, который должен быть. И грудной отдел позвоночника имеет кифоз. То есть когда говорят ровная спина там или ровный позвоночник, это неправильно. То есть вот этот кифоз и лордоз, эти изгибы, они должны быть. И во время сна самое главное, вот, спальное место, то есть матрас, должен сохранять физиологические изгибы позвоночника. Это называется как раз анатомическое спальное место. То есть мы знаем, что такое там, слышали, да, как минимум, что такое есть анатомический матрас. Вот анатомический матрас как раз сохраняет физиологические изгибы позвоночника. Если мы говорим уже о том, что мы хотим во время сна действительно восстанавливаться, да, и повысить комфорт своего спального места, то здесь мы уже или есть у человека, да, патология позвоночника какая-то, а у нас, ну, у большинства, наверное, людей, как минимум, устьюхандроз есть, да, вот, то мы уже говорим о ортопедическом режиме, ортопедическом спальном месте. Здесь уже для этого есть уже ортопедические матрасы, ортопедические подушки. Что это такое? Это не матрас, который вот там на пружинах, да, и приводит тело в правильное анатомическое положение, а это уже изделия, которые имеют какой-либо оздоравливающий эффект на организм. То есть, ну, в данном случае у нас, мы говорим о позвоночнике, да, о спине и позвоночнике. Ортопедический матрас, кроме того, что он в анатомически правильном положении тело сохраняет, он еще имеет эффект вытяжения и массирует тело во время сна. На сегодняшний день набирают популярность подушки с эффектом памяти. В чем их секрет? Секрет этих подушек заключается в их материале, то есть материале, с которым они изготовлены. Подушки с эффектом памяти под наволочкой имеют вязко-эластичный полиуретан. То есть это, ну, то, что многие подушки сейчас делают, там, холлофайбер, да, есть поролон. То есть поролон – это и есть, в принципе, полиуретан. Вот просто бытовое название его – поролон. Один из видов поролона – это вязко-эластичный полиуретан. То есть из названия уже видно, да, что это вязкая эластичность, то есть имеется какая-то вязкость. То есть когда вы ложитесь на такую подушку, под воздействием тепла тела и тяжестью головы и шеи появляется в этой подушке выемка, получается, она, ну, как бы облегает, да, ту часть тела, которую вы кладете на подушку. Вот эта вязко-эластичность позволяет снизить возвратное давление. То есть если мы ложимся на ту же подушку, набитую пером, то получается, что там нету никакого возвратного давления, мы просто ложимся почти на твердую. У нас шея в неправильном анатомическом положить, то есть или наоборот, если она плотно набитая, у нас шея, как бы, получается, ну, выгнута. Если мы ложимся на обычную поролоновую подушку, то у нас слишком сильное обратное давление и, как бы, ну, вот это пружинящее давление, да, это тоже плохо, потому что на такой подушке точно так же крепкого сна, наверное, не добиться. А вот когда мы говорим о вязко-эластичном полиуретане, мы говорим, что обратного давления нету и, соответственно, комфорт сна повышается. И там, где давление ниже, ну, в шее, вот шейный лордоз, да, у нас шея тогда действительно полностью анатомическое положение принимает. Соответственно, на данных подушках человек и крепче спит, и нагрузка на шейный отдел позвоночника, ну, наверное, из всех подушек действительно минимальна. Роман, покупая ортопедические приспособления для сна, матрас или подушку, нужно ли проверять сертификаты у продавца? Да, обязательно. Любое ортопедическое изделие имеет сертификат, не только сертификат соответствия, но и регистрационное удостоверение. То есть, если мы хотим купить ортопедическое изделие, мы должны попросить у продавца регистрационное удостоверение. Именно оно подтверждает, что это не просто подушка и это не просто матрас с приставкой ортопедической для маркетинга, но действительно это изделие имеет лечебный или реабилитационный эффект. То есть наличие регистрационного удостоверения для ортопедического изделия полноценного обязательно. Спасибо, Роман. На этом мы с вами прощаемся. Узнать еще больше полезной информации и задать свои вопросы можете в нашей группе ВКонтакте. Формула здоровья Ортодоктора. До свидания. Всего доброго. Полноценный сон – это залог успешного дня и хорошего самочувствия. Поэтому очень важно правильно подобрать подушку и матрас, которые помогут расслабиться и подарят здоровый сон, ощущение комфорта и уюта. Специалисты рекомендуют подойти к выбору изделий серьезно. Изделия Трилакс изготавливаются с применением запатентованных технологий, имеют доказанный медицинский эффект. Они способствуют здоровому и качественному сну. Ортопедический матрас Трилакс обладает комфортной упругостью, которая благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат и позвоночник в частности. Он также обладает массажным действием. В составе матраса полимерные шарики, которые благотворно воздействуют на биологически активные точки организма, улучшают циркуляцию крови и тем самым улучшают общее состояние организма. В каком бы положении ни находилось тело человека, запатентованная двухполновая конструкция изделия обеспечивает разнонаправленный массаж. Ортопедические матрасы применяются для профилактики и лечения остеохондроза, радикулита, нарушения осанки, а также в комплексе реабилитационных мер после травм позвоночника и других заболеваниях. Не меньший положительный эффект на организм оказывает ортопедическая подушка. Ортопедическая подушка под голову комфорт-респекта позволяет разгрузить позвоночник, создает комфортную поддержку для физиологически правильного положения головы и шеи во время сна, благодаря чему обеспечиваются условия для полноценного отдыха, разгрузки шейного отдела позвоночника. Подушка улучшает качество сна, повышает настроение и способствует появлению чувства бодрости по утрам. Изделие используется при беспокойном сне, умеренных повреждениях мышечно-связочного аппарата шейного отдела и его деформациях легкой степени. Эти подушки разрабатываются при участии врачей-ортопедов и сомнологов, подбираются индивидуально. В линейке ортопедических подушек есть подушки для взрослых, подушки медицинского назначения и подушки для комфортного сна с эффектом памяти. Также есть подушки для различных возрастных категорий. В сети салонов ортопедии Ортодоктор представлены разные модели с высокоэластичным пенополиуретаном, шариками пенополистирола. Подушка респекта для взрослых и подушка респекта Бэби для детей изготовлены из материала с эффектом памяти, которая способствует индивидуальной адаптации к форме головы. При остеохондрозе, спондилоотрозе, спондилезе, неврологических болях различной этиологии. Также возможно использование подушки в реабилитационный период после травм и операций. Ортопедическая подушка применяется не только для лечения различных заболеваний, но также в профилактических целях. Следить за своим здоровьем и предотвратить ряд проблем не так сложно, имея под рукой, а точнее под головой, качественные ортопедические изделия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова